Куда мне идти? Куда? Туда? Или туда? Мама, а Мазька? Люди! Че ты орешь-то? А я вас просто не заметил. Гражданин, а вы мне поможете выбраться отсюда? А то я заблудился. Гражданин, я турист. Помочь я тебе, конечно, помогу. Только не гражданин я вовсе, а старичок-лесовичок. Сказки читал? Да. Для того я в этом лесу и живу, чтобы туристам помогать. Вот тебе волшебный клубок. Понял. Понял, понял, понял. Я его брошу, а он покатится и дорогу мне покажет. Да? Ну давай, катись давай. Эй, катись! Запачкаешь? Катись! Ну, клубок-то он, конечно, волшебный. Только, в общем, свяжи-ка ты себе из него свитер. А то в этом году, судя по народным приметам, зима в лесу такая холодная будет. А еще вот тебе волшебные спицы. Хе-хе-хе-хе. А теперь катись. Алло! Папаша! Мама! Люди! Люди! Сказка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А-а-а-а-а. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Вы меня в эти дела не вкаиваете в стариковское. Не надо. Провокации это наживаются на стариковке. Хе-хе-хе-хе. Хорошо. Не, не надо, у меня тариф такой, знаешь, областной Ну что, скинешь мне смс-ки и все Эй, как тебе там? Повернись ко мне передом, к лесу, задом Ну подожди, кому там задом, кому передом? Сейчас я разбежалась Старая я уже стала перед вами задом вертеть Заходите Добрый день, бабушка Бабушка, бабушка, а что так поздно так, поздноватоенько А вот это вот, это что, вот это такое? Камера? Да Ну это интересно Камера Ну все, зачем пожаловали, что за люди, кто вы еще? Ну мы журналисты Ой, слушай, извини Слушай, я про тебя забыла Я тебе потом перезвоню, а? Ну-ну-ну-ну-ну-ну Ну-ну-ну-ну, журналисты, так, да Да ну, хотим взять у вас интервью Интервью? Ну, хотим узнать ваше мнение о правах и льготах пенсионеров Слушай, скользкая тема, страшно Вот эта, эта камера работает? Не, она сейчас не работает А не надо сейчас Ну, значит так Значит, а что вы вообще вот так поздно приехали с таким вопросом? Ну, скажу честно, боялись Да, правильно. А что мы боялись? Ну, слухи о вас ходят разные. А что за слухи про маму? Ну, говорят, что вы коммунизмом увлекались. А что это? Да, ну, еще говорят, что каннибализмом балуетесь. Врут. Врут? Просто врут молодежь в лицо. Каким коммунизмом? Смотри, я уже старую, у меня зубов уже почти нет. Коммунизмом, зубов нет. А что за коммунизм? Я из зубов. Хорошо сказал, да? Ну, да, действительно. И как ты сказал еще, кабанилизм? Каннибализм? Да что, какой-то... Каннибализм. Ах, че, сволок, кабанилизм. Да что вы, хлоп, ты находите, чувствуете себя как дома. Ну, давайте, какой там кабанилизм, каннибализм? Находите, чувствуете себя как дома. Вот это хороший хлопец. Моя дура старая. Зачем я только пиццу заказывала? Попала на 100 рублей. Сказка о капризной царевне и простом рабочем. Одна капризная царевна всем женихам отказывала и повелел царь выдать его за первого встречного. К счастью, встречным оказался не поезд, а простой рабочий. Я тебе говорю, жених ждет, жених, ну, маленькая, перестань греветься. Ой, дура я! Перестань греветь. Папочка, папочка, прости меня, дура, не хочу за простого рабочего. А что я могу сделать? Я же слово дал, царское. А у нас государство как-никак правовое. Ну, считается. Иди, иди. Папулечка, мой родник, мой единственный, папочка, мой коротенький. Ну, прости меня, пожалуйста. Не надо, не надо, только не за простого рабочего, папка. Ну, хорошо, хорошо, я пойду с ним попробую поговорить. Ну, не реветь. Папусик, все, 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 все в порядке. Я с ним поговорил, оказался отличным парнем. Спасибо, папусенька, спасибо будем. Пожалуйста, отличным парнем. Так что ты теперь выйдешь замуж не за простого рабочего, а за слесаря шестого разряда. Здравствуйте, Вася. Ой, подождите. А, ой, ой.